дорогие друзья добрый вечер мы снова ведем занятия в тени войны молимся о наших солдатах и похищенных гражданах детях и стариках и женщинах и мужчинах вот наша община частности тоже у нас многие из молодых людей призваны и воюют вот так что я снова посвящу наши занятия тому что бы они победили и вот получено целыми невредимым вернулись домой освободив заложников то что мы будем читать сегодня в некоторой степени коррелирует с нашей сегодняшней действительностью поскольку мы будем говорить о военном деле так оно описано в первой маковейской книге и мы снова столкнемся с тем что в значительной степени описание который в своей основе и носит исторический характер тем не менее базируется на некоторых штанцах или патронах или как бы прототипах того что мы находим библейских текстов поэтому я забавил лекцию иуда маковей как мой давид хотя он не только второй давид есть еще некоторые библейские образы от звук которых слышится в деяниях маковея мы это увидим дальнейшем вот но начнем мы с описание последних дней отца братьев маковеев на титьяу это вторая глава 49 стих я надеюсь текст виден сейчас открыл перед вами вот то что здесь написано снова я прошу извинения за не очень точный и выверенный перевод который находится в интернете но повторяю всегда можно найти перевод выверенной в том издании которое я перед вами рекламируем приблизились дни смерти матафи и он сказал словьям своим ныне усилилась гордость и испытания ныне время переворота и гнев ярости не очень я понимаю что значит здесь переворот вообще по смыслу бедствия пришло время бедствий гнев ярости то есть очевидно что таким образом описывает матафи гонения антиоха эпифана и он призывает своих детей возревноваться законе нам и говорили в прошлый раз об этой идее ревности законе к на утка най працам этого как бы или прообразом этого ревнителя является пенхаз в торе и так дети возревнуйте о законе отдайте жизнь вашу за завет отцов наших при этом я снова напомню вам что в первой маковейские книги не имеется ввиду что надо стремиться к тому чтобы отдать жизнь я говорю не просто так связи с тем что именно эта идея будет центральной во второй маковейской книги кеду шашем здесь отдать жизнь имеет подразумевается быть готовым к тому чтобы отдать жизнь а это не это не сама цель конечно но это готовность к тому что во имя ревности по законе во имя веры надо быть готовым к самопожертвовать это весьма и весьма звучит актуально наши дни когда мы видим это раз за разом в печальных сводках о потерях среди наших солдат теперь я хочу обратить ваше внимание на то что это предсмертная речь матафи и сама по себе есть некое повторение мотива который является достаточно центральным в библейских текстах наиболее такие знаковые значимые фигуры перед смертью произносит речи мы видим что так делает скажем яков перед своими сыновьями вызывая также точно делает муше обращаясь к народу израиля так делает давид обращаясь своему сыну шлому вот наиболее близко здесь конечно аналогия с яковыми сыновьями поскольку матафий не один сына несколько и он как бы дает им с одной стороны своего рода поучения что надо делать в будущем с другой стороны это всегда память о прошлом яков когда говорит о прошлом он обычно он говорит о своем собственном прошлом с ним произошло здесь как бы ретроспектива гораздо больше а вот что говорит матафи вспомните о делах отцов наших которые они совершили во времена свои и вы приобретете великую славу и вечное имя авраам не в искушении ли найден был верным и это вменилась ему в правильность судя по всему судя по всему подразумевается история о жертвоприношении цхака когда ты цхак хотя идея о том что поведение было обменено аврааму в праведность этот текст появляется до рассказа бакиде в пятнадцатой главе книги берешит в истории о союзе между усещенными частями но так или иначе как бы авраам здесь представлен как пример для подражания иосиф то есть иосиф стесненном положении своем сохранил заповедь и сделался господином египта опять же надо полагать что подразумевается подразумевается история женой патифар он сохранил заповедь заповедь непорочность здесь он вспоминает и пенхаса который как мы уже и сказали является прообразом самого матафии пенхас финиес отец наш за то что возребновал ревность получил завет вечного священства иисус имеется ввиду иошуа беннун за исполнение слова сделался судьей над израилем сказать что это довольно интересная фраза потому что на самом деле в танахи иошуа беннун никогда не называется судьей эпоха судей начинается фактически после после смерти иошуа беннуна и это по сути дела здесь единственное место где иошуа называется вот этим термином и врите шофет и возможно автор первой маковейской книги как бы представлял историю израиля таким образом что вот была эпоха моши а после его смерти это эпоха судей открывающаяся фигура иошуа беннуна и заканчивающаяся с появлением первого первого царя царя израиля шалу халев или халев за свидетельство перед собранием получил наследие землю а это подразумевается очевидная история с разведчиками история с разведчиками где колен в отличие от десяти других своих товарищей вместе с его шоу беннуном свидетельствовал в пользу земли израиля и убеждал народ в том что землю израиля можно войти поэтому он получил наследие землю имеется ввиду хеврон и его окрестности давид за свое милосердие да да по поводу иисуса это тоже наверное с разведчиками значит не очень ясно что точно обозначает за из за исполнения слова да значит это может быть конечно история с разведчиками но в принципе в принципе назначение иошуа беннуна тем человеком который заменит уши она не не во всех текстах истории привязана именно к истории с разведчиками на то есть действительно не не до конца понятно здесь в этом контексте что он имеет ввиду когда говорит исполнив повеление может быть действительно это тоже вот исполнение слова это то что он должен был сделать пойдя вместе с остальными разведчиками войдя землю израиля возможно это просто верность муж и подчеркивается торе несколько раз что он был верен ушей не отходил от него давид за свое милосердие как тут написано наследовал царство вовеки видимо в основе здесь лежит слово хэсэд слово хэсэд и я бы не стал переводить это действительно как милосердие скорее уж тогда как милость да и дело в том что слово хэсэд на иврите имеет целый спектр значений который включает в себя не только милосердие но и исполнение долга и способность воздать добром за зло как бы нечто что формальным законом может быть не предписано но ощущается как некоторое внутреннее повеление как некоторый категорический императив самим человеком и видимо это имеется здесь в виду вот это при с одной стороны приверженность богу с другой стороны то что он не согласно книги шмуэля не не старался захватить власть наоборот вел себя крайне милостиво по отношению к шаулю и к его и к его сыну янатану его потомкам вот за это он наследовал престол царства навеки пророк или я у подобно пенхасу за великую ревность по закону взят даже на небо значит история довольно известная о том как или я убыл поднялся на огненной колеснице на небо и один из тех редких персонажей в танахи о котором фактически сказано что он не умер естественной смертью раввинистическая традиция иногда отождествляет пенхаса цели я у именно вот по свойству этого ревнительства есть такое высказывание пенх я у пенхас вот как бы понятно что и пенхас и или я у это как бы некоторые примеры ревности по законе для сыновей матафии дальше упоминаются три отрока аханания азария миша эль которые упомянуты в книге даниэля в первой части которые были спасены благодаря своей вере и приверженности богу от огня в огненной печи а даниэль сам тоже упоминается здесь который за свою непорочность сказано невинность видимо в оригинале тамут или тминут да как бы верность непорочность избавлен от челюсти львов мы эти истории читали когда разбирали книгу даниэля в общем мы видим здесь некоторый ряд героев которые как бы вот с точки зрения автор книги маковеев представляют собой фигурально выражаясь пантеон ревнителей и верных закону любопытно было бы сравнить этот список это отдельная совершенно темой этим занимаются исследователи сравнивают этот список со списком прославляемых отцов народа книги бен-сир ну бен-сир список гораздо больше и этому посвящено гораздо больше места любопытно отмечу на этот вопрос на который нет однозначного ответа что в этом списке не упомянуты герои книги стер почему автор не считал их достаточно достойными того чтобы быть упомянутыми в этом списке если говорить о том что список представляет только мужских мужские фигуры то можно было включить сюда и мордыхая но вот он сюда его тем не менее не включил но это как бы вопрос на который по крайней мере у меня здесь однозначного ответа нет мы знаем что в кумране скажем книги эстер по видимо было отношение крайне отрицательное следствие следствие смешанного брака который оправдывается автором книги но я не убежден в том что автор первой маковейской книги исходит из этого же из этой же посылки не приемлет книгу эстер поэт из по этой причине ну как бы однозначного ответа нет вот и он подытожил говорит итак припоминайте от рода до рода что все надеющиеся на него не из не могут не убойтесь слов мужа грешного ибо слава его обратиться в навоз и в червей сегодня он превозносится а завтра не найдут его его он обратится в прах свой замысел его погибли это как бы слова которые могут напомнить нам очень легко различные тексты анаха в которых эта идея высказывается о том что человеческая слава богатство мощь недолговечные что бог может одного возвысить а другого унизить что злодеев ждет в конечном счете полная полная полный провал полная поражение на что мы сегодня надеемся но вы дети мои крепитесь и мужественно стойте в законе ибо через него вы прославитесь вот симон на самом деле правильная симе он в этом месте именно так в греческом тексте вот симеон брат ваш знаю что он муж совета слушайтесь его все дни он будет вам вместо отца любопытно почему здесь автор упоминает именно симеон надо полагать что ответ простой как раз вот на этот вопрос ответ простой потому что он то пишет свою книгу уже как бы зная кто является основателем новой династии основателем новой династии являлся шимон симон симеон один из сыновей матафии и как бы поскольку вся книга в значительной степени призвана к тому чтобы легитимизировать эту маковейскую династию то он не случайно здесь уже здесь как бы вкладывает в уста в уста матафии просьбу слушаться симеона он муж совета а иуда маковей крепкий силу от юности своей да будет у вас начальником войска и будет вести войну с народами то что и будет показано в дальнейшем тексте надо сказать что вот это двойственность она на самом деле известно нам уже со времен второго храма как бы вот такое двойное руководство воитель и священник так это подается например в книге захарии зерубавель и и иошуа венюэ садак а потом в эпоху второго храма появляется постоянное вот соединение есть иуда иуда имеется ввиду иуда семья хова от которого потом поют цари и есть леви который положит начало священнической династии надо слушаться обоих в первую очередь леви а потом уже иуду такое ощущение что здесь как бы реализуется это же двойственность при том что она другого немножко характера о том что оба брата принадлежат колену леви но поскольку иуды такое имя который может намекнуть на иуду сына якова поскольку он сам воитель и в этом смысле похож действительно на царей дома давида то как бы этом может быть именно так понято при желании а симеон родоначальник хасманейской священнической династии которая потом станет и царской и так соберите к себе всех исполнителей закона и отмщайте за обиды народа вашего воздайте воздание язычниками будьте внимательны к повелениям закона на этом речь его заканчивается матафи и в точном соответствии с опять же библейскими образцами говорится и благословил их и приложился к отцам своим или как бы это за этим стоит явно оборот известный нам из торы ваясев эль авута ваясев эль амаб он как бы приобщился приложился к отцам своим красивая формула означающая кончину делает это по благословению умер же он на сто сорок шестом году имеется ввиду естественно не его возраст и сто сорок шестой год опять же напоминаю это по македонскому летосчислению а по принятому сегодня это сто шестьдесят седьмой год до новой эры и сыновья его похоронили его в гробе отцов своих мудине и весь израиль оплативал его горьким плачем а значит то что его хоронил в гробе отцов своих в чем-то может напомнить нам семейные усыпальницы працев а там скажем даже в чем-то может напомнить и царские усыпальницы в иерусалиме в этом случае сам по себе ритуал такой же точно и здесь мы приступаем к третьей глобе который главным героем который как и нескольких последующих будет и куда и у дама ковей и с этого собственно говоря и начинается и восстал вместо него иуда называемый маковей сын мы обсуждали смысл названия маковей в прошлый раз и помогали ему все братья его и всех которые были привержены к отцу его и вели войну израиля с радостью будучи полны энтузиазма он распространил славу народа своего он облекался бронёю как исполин как герой видимо еврейское слово здесь гибор опоясывался воинскими доспехами своими вел войну защищая оболчение мечом он уподоблялся льву в делах своих и был как молодой лев скимин это обычный перевод словах кфир танахического рыкающий на добычу напомню вам что лев это символ иуды сына якова иуда называется львом например в том же благословение которое произносит яков обращаясь своим сыновьям в конце книги бришит он говорит о том что сейчас секундочку да вот он говорит называет его гурарье иуда метеры в бни алита ты львенок иуда поднялся от своей добычи возможно что за словом скимин действительно здесь скрывается и выражение гурарье который рыкает на добычу здесь он поднимается от добычи у якова он преследовал беззаконных отыскивая их возмущающих народ его сжигал и смирились беззаконные от страха перед ним и все делатели беззакония смутились перед ними и благоуспешно было спасение рукой его имеется ввиду те кто поддался точки зрения автора языческому языческому влиянию элинистическому влиянию и как бы приветствовали вот все те реформы которые происходили на тот момент в иудее и вылились в результате вгонения антиоха он огорчил многих царей и завеселил якова делами своими память его до века благословений значит что это за цари возможно что это просто гипербола но впрочем надо отметить что при во время деятельности иуды на троне селевкидов сменилось три царя антиох 4 умер еще при жизни иуды потом короткое время правил его сын антиох 5 власть у которого была захвачена деметрием первым возможно что речь намек здесь именно на это он прошел по горам иудеи истребил не нечестивых и отвратил гнев от израиля и сделался именитым до последних пределов земли и собрал погибавших таким образом вот такой вот торжественный можно сказать поэтической форме здесь представлена его роль и возможно что в самом деле этот текст вот начиная с третьего стиха он распространил славу народа своего и вот до девятого стиха следует представлять в поэтической форме так это и представленный в том издании на которое ссылая ссылаюсь а начиная с десятого стиха мы наблюдаем описание вполне реальных исторических событий вот но которые опять же описаны так чтобы мы восприняли происходящее под определенным углом зрения тогда полоний собрал язычников мы не знаем точно кто такой этот аполлоний здесь но исходя из 2 маковейской книги можно понять что это один из на видны один из наместников греческих начальников которые которые были посланы в иерусалим и вот возможно что именно он руководил резней в иерусалиме которая была описана в первой главе и вот этот аполлоний собирал язычников из самарии многочисленное войско причем надо полагать что понимая подозревается здесь не те кого мы сегодня называем самаритянами а потому что они на тот момент находились не в городе самарии а шхеми вот то есть судя по всему имеется в виду здесь греческие колонисты и вот он его собирает чтобы воевать против израиля иуда узнал об это о том и вышел к нему навстречу и поразил и убил его и много палопороженных а остальные убежали и взял иуда добычу их и взял меч аполлония и сражался его все дни теперь вот это взял меч аполлония на эту деталь я хотел бы обратить ваше внимание потому что у нас есть еще один хорошо известный случай когда герой убивший гордого и непобедимого язычника берет его меч себе это никто иной как давид давид который сражается с галиафом и победив его забирает у него его меч так это описывается книги шмойля мы должны помнить о том что в глазах первого первой маковейской книги автора маковейской книги филистимляне о которых он еще будет упоминать это как бы исторических филистимлян уже на тот момент по сути дела не было земли в филистии были заселены опять же греческими колонистами и вся все побережье и и там было в общем смешанное население там были евреи тоже жили в этих городах но тут надо еще иметь ввиду что и те и другие воспринимались как пришедшие из вот со стороны гейского моря с тех островов да не обрезаны или стимляне в танахе называются не обрезанными и такими же точно являются греки пришедшие после завоевания александра македонского и как бы поскольку тема обрезания вообще занимает довольно значительное место в маковейской книге это представляется не случайно и так в результате первой своей победы над вот этим самым наместником и колониям иуда получает его меч забирает его меч затем мы как бы повышаем рам на более крупный начальник военачальник военачальник провинции сирии которому аполлоний подчинен его зовут здесь сирон славе его называет стратегом келесири и и он узнав о поражении аполлония выходит против иуды и услышал сирона и начальник сирии что иуда собрал вокруг себя людей и сон верных выступающих с ним на войну и сказал сделаю себе имя и прославлюсь царстве сделаю себе имя это опять же по явный гиброизм встречающийся в торе нас с лишем прославлюсь царстве сражусь иудою и с теми которые вместе с ним и которые презирают слово царское решился он идти и пошло с ним сильное полчища нечестивых помогать ему и сделать отомщение на сценах израиля когда они приблизились к возвышенности фарона это бэйт хорон куда вышел к ним навстречу с очень немногим надо отметить что опять же с одной стороны это видимо вполне реальное историческое событие бэйт хорон это как бы место да это достаточно узкий проход до который сейчас на территории там где 443 шоссе это значит как бы примерно в двадцати километрах к северу от русалима и впоследствии кстати уже в шестьдесят шестом году в начале восстания против рима римское войско цести галла там попала в ловушку и был разбит но помимо этого надо отметить что бэйт хорон это место где одерживает победу иошуа бенун упомянутый в завещании матафии одно из мест где иошуа бенун одерживает победу как раз район бэйт хорона описано в 10 главе книги иошуа он там разбивает коалицию коалицию аморейских царей и там сказано буквально следующее что он преследовал их этих царей он перебил их и преследовал их через вот этот бэйт хоронский подъем пока не перебил их совершенно а это значит как бы коалиция коалиция царя иерусалима царя хорона в общем южный южных ананских царей важно еще отметить вот этот мотив который будет постоянно повторяться книги первой маковейской книги война немногих против против многочисленного войска значит это такой существенный момент в этой главе несколько раз будет подчеркнут победа одерживается не благодаря количеству и вот когда они приблизились возвышенности бэйт хорона иуда вышел к ним на встречу с очень немногими которые когда увидели идущие навстречу им войско сказали иуде как можем мы в таком малом числе сражаться против такого сильного множества и мы же совсем ослабели еще не евши ныне некоторые понимают это так что они просто их не было достаточного провианта некоторые что они постились перед битвой но иуда сказал им легко и многим попасть руки немногих и у бога небесного нет различия многим ли спасти или немногими на самом деле в личном тексте у неба нет различия многими ли спасти или немногими вообще автор маковейской книги избегает напрямую называть пола пользуется термином небо в отличие от автора 2 маковейской книги то есть он как бы дистанцирует бога от происходящих событий и не описывает прямого вмешательства события это существенно понимать прямо прямого вмешательства здесь нет а есть как бы вот вера его поддержку вот слова иуды маковея с одной стороны напоминают нам например слова ионатана сына шауля который говорит нечто подобное в перед тем как вместе своим оруженосцем отправится филистин филистинскому форпосту вот и он говорит говорит там следующие слова это 14 глава 6 стих вот мы перейдем к этим не обрезанным возможно господь поможет нам ему господа не никто не может его остановить спасти малым или большим количеством похожие слова например и дебрея мим говорит царь оса вторая часть дебрея мим дебрея мим бет там описывается война иудейского царя осы с неким зерохом кушит кушитом и вот аса говорит ты можешь помочь как многочисленным так и тех кому нет силы помоги же нам бог сейчас а вот это примерно то же самое что говорит здесь иуда подбадривая свое войско ибо не от множества войска бывает победы на войне но с неба приходит сила они идут против нас во множестве надменности и нечестия чтобы истребить нас и жен наших и детей наших чтобы ограбить нас а мы сражаемся за души наши и законы наши в чем-то это напоминает слова давида обращенный гуляфу ты идешь на меня со щитом и с мечом а я на тебя с именем господа он сам сокрушит их перед лицом нашим вы же не страшитесь их и перестав говорить он внезапно бросился на них и поражен был сирон и войско его перед ним и подобное ушло беннуну иуда преследует это войско по вот этому спуску или правильнее подъему ведь хорона до самой равнины и палан из них на 800 мужей прочие же убежали в землю филистинскую вот это тот случай когда он допускает анахронизм фактически никакой земли филистинской нет но как бы он оперирует оперирует библейскими образом подобно тому как боролся с филистинлянами тот же инотан шауль давид и начал страх перед иуда и братьями его и боязнь нападать на всех окрестных язычников опять-таки это очевидно библейский мотив начиная уже с рассказа об исходе из египта где страх перед израилем нападает на все окрестные народы и мы поднимаем планку еще выше дамы начали с какого-то местного военачальника потом военачальник всей сирии а теперь уже и царь как все это все это действие расширяется когда же услышал эти речи царь антиох то воспылал гневами послал послав собрал все силы царства своего весьма сильное ополчение и открыл казна хранилище свои выдал войскам своим годовое жалование приказал им быть готовыми для всякой надобности но увидел что истощила серебро в казна хранилищах а под эти страны скудны по причине волнения и разорения которые он произвел земле той уничтожая законы существовавшие одни и древны и начал он опасаться что у него не достанет разве только на раз или два на издержки и подарки которые прежде раздавал щедрую рукой превозошел в том прежних царей это кстати говоря деталь многими зафиксировано что антиох вел такой очень расточительный образ жизни и раздавал подарки сильно озабочен душе своей он решился идти в персию взять подать и со стороны собрать побольше серебра надо отметить что как бы сама по себе вот сама по себе это описание насчет осудивших финансов она достаточно реальная надо помнить что еще при отце антиоха четвертого при антиохе третьем великом когда римляне нанесли ему поражение при магнессии то тогда населевкидов была наложена огромная дань огромные контрибуции надо было расплачиваться вот но интересно что здесь подчеркивается что проблема главная проистекает из того что антиох нанес разорение иудейской земле и что вот из-за этого у него слишком малые подать и мало платят налогов и стащила серебро в казнохранилище вот хотя опять же мы знаем что с исторической точки зрения главная забота антиоха была как раз не как раз таки не иудея на тот момент восточные провинции месопотамии начались всякие восстания смуты в частности парфянин поставали на антиоха и ему нужно было как-то подавлять это поэтому я отправился в персию а дела царские от реки ефрата до пределов египта предоставил лисию человеку знаменитому происходившему рода царского значит вот вот это обозначение от реки ефрата до пределов египта это скорее такое обозначение гранит земли обетованной а которая здесь переносится на селевкидскую державу лисий будет играть еще довольно важную роль дальнейшем повествовании вот не факт что лисий являлся кромбаным родственником царя может быть он как бы входил в узкий круг друзей царя в этом смысле от рода царского и он поручил воспитание сына своего антиоха пятого до его возвращения передал ему половину войск и слонов дав им приказание о всем чего хотел и о жителях иудеи и иерусалима чтобы он послал против них войско сокрушить и уничтожить могущество израиля и остаток иерусалима и истребить память их от места того и поселить во всех пределах их сынов иноплеменных и разделить по жребию земли то есть иными словами согласно этому описанию цель антиоха это уже не просто религиозные преследования направленные против евреев а полное тотальное уничтожение иудеи то что впоследствии еврейская раввинистическая традиция припишет амалек амалек который стремится истребить память о израиле мы сейчас каждый день тот кто молится читаем солом 83 псалом в котором появляется подобная же фраза то есть очевидно что вот это то что говорит здесь то что хочет сделать опять же навеяно библейскими мотивами вот частности там тоже говорится что враги израиля сказали давайте мы их уничтожим мигой уничтожим их чтобы они не были больше народом не будет больше упомянуто имя израиля больше а то есть как бы такой мотив но что любопытно впервые этот мотив мы находим не в библейском тексте а в тексте более раннем в так называемый стеле фараона мир нептаха конца 13 века до новой эры который отправился с карательным походом в хана и захватил там некое количество городов и там в этом тексте появляется такое вот утверждение что нет больше израиля погибло его семя семя может быть имеется виду потомство а то есть как бы враги израиля в самом деле все время лелеяли эту надежду на полное уничтожение израиля вот от мир нептаха вплоть до антиоха и дальше за на протяжении истории израиля полный всякими трагическими событиями эта идея все время восстает и каждый раз преследователи израиля ждет поражение и жестокое разочарование царь же взял остальную половину войска и отправился из антиохии представленного города своего в 147 году то есть в 166 году до новой эры и перейдя реку и фрат прошел верхние страны алисий избирает трех человек которые являются военачальниками армии флалимея сына даримена никонора и горгия уже сильных из друзей царя и послал с ними 40 тысяч мужей и 7 тысяч всадников чтобы идти в землю и действую и разорить ее по слову царя то есть как бы войско очень очень внушительное приводится даже цифры в отличие от предыдущих боев с аполониями сироном они отправились со всем войском своим и придя расположились на равнине на равнине вблизи эмауса правильно и правильно сказать и маус или амаус это место которое находится к западу несколько десятков километров западу от иерусалима которая в частности контролировала дороги на иерусалим через подъем бейтаронский подъем бейтаронский подъем и вот там это войско собирается с тем чтобы разбить иуду раз в том месте где он побил сирона сирона но да и все предвкушают близкую победу этих военачальников купцы этой страны услышали имя их и взяв весьма много серебра и золото и слуг пришли в стан покупать сынов израиля в рабы они уже как бы как чуть запах падали на вот уверены в том что победа в руках у этих личных военачальников и скоро можно будет покупать израильских еврейских рабов им присоединилась и войско сирии земли иноплеменных под земли под землями иноплеменников или страны иноплеменников возможно опять же подразумевается филистия как некоторые полагают что же делает иуда иуда предпринимает такой вот маневр увидел иуда и братья его что умножились бедствия и войска расположились страна в пределах их узнали и о повелении царя который он приказал исполнить над народом погублению и его и говорили каждый ближнему своему восставим низверженный народ наш и сразимся за народ наш и за святыню и они готовятся готовятся к войне собирается собрание чтобы быть готовыми к войне и помолиться и спросить милости и сожаления опять же как бы молитва просьба о спасении это библейские мотивы так делает шмуэль перед битвой с филистимлянами так делает потом давид при этом как бы такая опять же такое поэтическое описание иерусалима в духе плача иеремии иерусалим был необитаем как пустыня не было не входящего него не выходящего из него из природных жителей его святилище было попрано и сыновья инородных были в крепости его имеется ввиду акра он стал жилищем язычников вот не то веселье у якова и не слышно стало свирели и цитры цитры это сочности горя кинор здесь и так они собрались и пошли массив массив этом митспа напротив иерусалима ибо место молитвы у израильтян было прежде массив и здесь как бы автор просто что называется открывает карт говорит да я строю свое повествование по библейскому образцу да вот митспа в этом месте перед воинами происходили какие-то очень важные собрания это описывается в например в истории с войной колен израиля против бениамина совершившего преступления в диве 20 главе книги судьи собралась там собрание израиля в митспе митспе потом та же самая ситуация в той самой войне которые упоминал против филистимлян возглавляемый шумуэлем там тоже собрались митспе а то есть как бы просто дело из-за суда это опять же следование образцам масса я вот семан лебанин и постились они в этот день и возложили на себя вретище и пепел на головы свои разодрали одежды свои раскрыли книгу закона из тех которым язычники отыскивали чтобы сделать на них изображение своих идолок ну надо сказать что это такой довольно неясный пассаж и вольный перевод в духе скалетов и раввинистической традиции которая говорит о том что язычники врывались в храм и отыскивали книгу тора чтобы сжечь его скорее то что здесь имеется ввиду что книга закона то есть книга торы противопоставлена здесь противопоставлена здесь языческим книгам а вот или языческим идолам вот язычники они перед тем как идти на войну обращаются к своим идолам а народ израиля открывает книгу закона книгу тор и принесли священнические облачения и первородные первинки и десятины и созвали назареев исполнив фигни свои зачем они это сделали чтобы как бы обратиться к богу и громкого запили к небу что нам делать с ними куда отвести на окра храм находится в запустении и русалин превратился в пустыню мы не можем как бы исполнить заповеди закона на вот для этого они раскрыли книгу закона вот есть заповеди о служении священника о принесении первинок и десятин вас рот о том что назареи должны приносить жертву исполнив дни своего назарейства ему ничего не этого не можем сделать потому что храм для нас закрыт святилище твое упопрано и осквернено и священники твои в скорби и уничижение и вот собрались против нас язычники чтобы искребить нас ты знаешь что умышляют они против нас как можем устоять перед лицом их если ты не поможешь нам да и это как бы тоже такие псалмические мотивы они хотят истребить нас они умышляют против нас в том же псалме который я только что цитировал восемьдесят третий псалом там тоже говорится о том что вот эти враги злоумышляю против израиля они против твоего народа злоумышляю и что откуда может прийти помощь только только от бога и во струбили true в трубы и воскликнули громким голосом вот это трубление трубы перед войной это возможно отзвук того что описывается в 10 главе что перед войной на трубят в трубы собственно трубят трубы не только перед войной но в частности и перед войной тоже что вот есть серебряные трубы и если придут придет война вашу землю то вы тогда должны вас трубить в трубы вот они тоже трубят трубы и воскликнули громким голосом после чего иуда поставил вождей для народа тысячи начальников стало начальников 50 начальников 100 начальников 50 начальника 10 начальников то есть он действует так как муж и который выбирал судей на это очень похожая тоже формулировка там тоже в 18 главе книги шмот говорится что муж и выбирает выбирает вот тоже ровно те же самые формулы и сказали тем которые строили дома обручились женами насадили виноградники людям боязливым чтобы каждый из них по закону возвратился в свой дом не зря они открыли книгу закона и мы видим что как бы и книга решить присутствует и книга как мент баре и книга воикра на вот законы связанные со священниками книга бы мент бар на заре и трубы и книга во вörдите тоже присутствует потому что законы о войне собственно говоря собраны в книге говоря characterization в частности говорит о том что когда израильское войско выходит на войну это 20 глава книги дворим то ним обращается сначала священник который призывает их не бояться а потом обращаются начальники которые вот ровно эти вещи и говорят тот кто строил построил дом еще не вселился в него пусть уйдет уходит с войны и насадил виноградники еще не воспользовался его плодами пусть вернется домой чтобы он не умер на войне и который обручился но еще не взял себе жену пусть тоже вернется вот это как бы здесь упоминается и боязливые тоже упоминаются всякий кто боязлив пусть вернется домой не растопит сердце братьев своих а то есть произносится та самая речь которая должна произноситься перед войной и тогда двинулась ополчение и расположилась станом на юге от имауса и сказал иуда здесь мы собственно завершаем эту главу опаяшьтесь и будьте мужественны и готовы к утру сразиться с этими язычниками которые собрались против нас чтобы погубить нас и святыню нашу ибо лучше нам умереть в сражении нежне видеть бедствия нашего народа и святыни а какая будет воля на небе тогда сотворить на то есть опять же намек на то что мы даем себя в руки небес а ну при этом как бы да вот есть небесное проведение но как мы видели до сих пор не было ни одной сцены где бы бог напрямую вмешивался в происходящее описание чуда нет это будет во второй маковейской книги а здесь нет это не случайно мы еще будем это обсуждать мы дошли до конца главы 3 4 глава будет посвящена с одной стороны победе над горги этому будем читать следующий раз и знаменитой истории об освещении храма которая в результате в роминистической литературе породила историю с кувшинчиком масла история которая отсутствует маковейской книги мы обсудим следующий раз происхождение этой истории в частности как она появилась на свет и тем самым как бы как раз то будет уже когда начнется сегодня начинается месяц кисле вечером месяц который празднуется ханука так что вот это чтение 4 главы будет крайне уместно в начале этого месяца ну вот здесь мы поставим точку и я готов ответить ответить на вопросы и выслушать замечания да я только скажу вы подведут некоторые итог последняя фраза еще раз значит вот то что мы видели это с одной стороны казалось бы некоторое описание историческое описание а с другой стороны как бы явное стремление автора состоит в том чтобы это эти исторические события представлялись наш в нашем воображении как отзвук как рецидив как ремейк библейских событий а и это придает этим событиям священный статус я слушаю вас пожалуйста кто хочет задать вопросы искать замечания сейчас самое время да алекс все можно значит вопрос первый то что кто кто были те кто те кто очень похоже что это было местное население то есть именно сирийцы кто составлял войско против в принципе там даже не упоминается что это были греки но и вообще собрать то есть они собрали как бы местные 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 войска и и в принципе как это но связано то есть то что описывается что это язык что что это язычники на какой степени они именно поклонялись именно тем тем богам грех и сирийским богам они олимпийцам грубо говоря ну смотрите что касается войска ну туда входило конечно ходили и сирийцы но но в принципе это все было уже грекоязычное население которое частично состоялось из греков самих из из местного населения которое значительной степени или низировалась что касается их верований то как бы ну мы знаем что языческой религии всякой свойственен синкретизм на то есть как бы отождествление разных богов частности мы знаем что антиох строя я упоминал иерусалиме вот это пытаясь превратить храм некое языческое святилище он посвятил его большими ну это буквально большим а им то есть это аромейская аналогия зерц да то есть его представление зерц и это большим это в общем один тот же образ так что как бы местные божества и греческие божества начинают отождествляться в эту эпоху да насколько насколько я помню у антиоха антиоха эпифана у него по моему его богом был по моему это был кажется полон смотрите и я не помню такой подробности что значит его это не то что его личные личное божество я имею и вы имеете ввиду что он как бы к нему тяготел возможно вот но еще раз я просто говорю что если как бы во первых с точки зрения опять же нашего автора нет больших различий да все эти божественные пантеоны воспринимаются в его глазах в правой степени как языческие вот и для него это не различие аполлон ли это и какой-то западное семитское божество по своему происхождению которое отождествилось тем же аполлоном или отождествилось там с дионисом или отождествилось с зевсом него это не принципиально бы это все то что впоследствии мудрецы назовут термином а вода зара немножко тогда еще один еще один вопрос в принципе можно ли проследить что именно вот с того момента с момента восстания восстание то есть его да что можно можно грубо говоря сражаться в шаббат смотрите мы это в прошлый раз с вами обсудили опять же сказали что это очевидно очевидно что автор первой маковейской книги считает что вот существует такая поправка древнему закону что древний закон утверждал что в шаббат воевать нельзя но из-за того что гибнут люди матафи ввел эту поправку закону которая аннулировала запрет а мы видели прошлый раз что в книге юбилеев например этот запрет зафиксировал что нельзя воевать шаббат значит впоследствии раввинистические источники как бы это дискутирует и тоже приходит мысль о том что воевать шаббат можно да наверно можно предположить что это поправка это разрешение воевать шаббата ну вот возникает в маковейскую эпоху возникает ли она действительно точно в дни матитьяву или может быть позже мы не знаем да как бы у нас нет материала который бы это проверки или подтвердил еще вопросы замечания если у кого есть похоже на сегодня все ну тогда друзья мои я вас благодарю за внимание завершу тем же чем начал надеждой на скорую победу израиля войне и на возвращение как заложников так и солдат и офицеров целыми и невредимыми вот и до встречи через неделю божьей помощью окей всем спасибо большое спасибо спасибо